Дискуссии на скандальную тему не утихают в социальных сетях. Там студенты и преподаватели создали инициативную группу, которая отслеживает все события, связанные с директором Крымского института информационно-полиграфических технологий Иваном Турским. На этом сайте значится, ежегодно около 500 тысяч гривен из казны вуза перечислялись на счета фирмы Таврида Интур, фактическим хозяином которой является все тот же Иван Турский. В указанном институте только коммерческие места, всего в нем обучается полторы тысячи студентов. Каждый из них платит за обучение около 6,5 тысяч гривен в год. То есть нетрудно подсчитать, что оборот учреждения составляет примерно 10 миллионов гривен в год. Несмотря на это возмущается коллектив, аудитории института давно не видели ремонта, студенты новых книг и компьютеров, а преподаватели зарплаты. При этом всех недовольных такой политикой педагогов просто увольняли. Учитывая, что я читал охрану труда, знаю трудовое законодательство хорошо, знаю ГЗОД, я естественно первый поднял вопрос о том, чтобы возвратить эти деньги. Написал заявление в комиссию по трудовым спорам, комиссия в течение месяца с нарушением рассмотрела вопрос, и мне деньги возвратили. Но всему коллективу деньги до сегодняшнего дня не возвращены. Чтобы защитить свои права, педагоги в прошлом году организовали профсоюзный комитет, который сразу же стал неугодным, вспоминают уже бывшие сотрудники ВУЗа. Как только директор узнал о том, что профсоюзная организация создана, на следующий день он уволил нашего профорка. Через месяц были предупреждены остальные, что с вами контракт разрывается. Без всякого повода. Уголовное дело было заведено после того, как в прошлом году в институт наведались ревизоры. Сотрудники КРУ нашли множество нарушений в бухгалтерии и документации. Сколько тысяч гривен прикарманил Турский официально неизвестно, но есть информация, что ВУЗу в результате хищения нанесен ущерб не менее 150 тысяч гривен. Все нападки со стороны своих бывших коллег-преподавателей Иван Турский считает черной завистью и попыткой подорвать свой личный авторитет и авторитет заведения. Свою вину он не отрицает и готов ответить по закону. Допущены ошибки и мной, как руководителям, и есть ошибки, которые моими сотрудниками допущены. В любом случае есть органы, которые разбираются по всем этим вопросам. Мы все готовы понести наказание, если нам докажут, что мы виноваты. Сегодня в Центральном райсуде состоялось третье заседание, на котором выяснилось, что в 2001 году господин Турский уже привлекался к ответственности по тем же статьям, что и сейчас – хищение в особо крупном размере и превышение служебных полномочий. Но дело было закрыто в 2009 году за давностью. Если в этот раз вина будет доказана, директору Крымского института грозит лишение свободы от 5 до 8 лет. Марина Павлова, Андрей Тымчук, Служба новостей и ТВ.